Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! У нас продолжается золотой колосс. И сегодня мы будем тратить заработанные в прошлых сериях денежки. Или в прошлой серии особенно много у нас получилось. У нас есть больше 10 лямов, и мы пойдем их тратить. Да. Начнем, друзья, конечно же, знаете с чего? Правильно, с риелторского агентства. А хотя вообще нет. Начнем мы не с этого. Да, там чел еще вот рис отвозит с прошлой серии, еще один прицеп ему остался. Но это ладно. Начнем мы, друзья, знаете с чего? Сновидение небольшого порядка. О, какие деревья у нас уже красивые здесь. Блин, надо посмотреть, что там по меду. Он тоже пару часов стоит, когда оно светет. Его ж много там появляется. Давайте посмотрим. Жалко, что и никакого индикатора меда нету. То есть просто так, если его не подцепить, не узнать, сколько его там лежит. Хотя может какая-нибудь анимация там есть? Может там бочонки какие-то появляются? Но я хз. Так, подцепляемся. Уже три куба есть. Нифига себе. Давайте его высыпем. В цветущем саду реально его много появляется. Так, как бы это нам здесь так попасть в триггер, а? Хремушки, видимо. А, он в контейнер сам перегружается. Отлично. Сейчас поставим это все дело обратно и будем дальше заниматься своими делами. Вот, все, друг. Стой здесь, никуда не уходи. Меда трохи поднасобирали. Нормально. Кстати, надо посмотреть, что по влажности в наших садах. А то есть у меня теория, что все плохо. Подозрение, точнее, теория, господи, что я несу. Так, сцепляемся обратно. Мед выгружаем. Мне показалось, что его здесь как-то было меньше, чем до этого. Смотрите, друзья, что надо сделать. У нас на сайте плодовок деревьев есть вот эти вот все товары. В частности, томаты и баклажан. И это неправильно то, что они там. Надо их перевести на этот склад. Поэтому томаты 7 раз. Только не вот такая загрузка. А еще и мед грузит. А что это он мед грузит? Нам надо томаты. Томаты. Или я наоборот решил на другой склад. Сейчас посмотрим, что-то тут неправильно выставлено. А, молочный склад, да. Выгрузка я же не настроил. Я думал, что я настроил, но я не настроил. Теплицы. Разгрузка товаров. А загружаться ты будешь на сады. Склад 1. Загрузка. И, короче, томаты 7 раз вот со склада на склад. Давай вози. Вот такая вот обезьянья у тебя работа будет. Причем еще кругами будет ездить. И это надолго. Но пускай катается. Так, я хотел посмотреть влажность садов. Влажность садов. Влажность садов. 15%. Это такое себе. Надо, короче, здесь вот это пооткрывать. Все, полив. Пускай поливаются. Черт, скорость, наверное, надо пониже поставить. Очень уж быстро он бегает. Пчелки гудят. Жужжат. А тут, короче, прикол еще в том, что он делает круг, едет, загружается. Потом делает круг, разгружается. Там не может ровно проехать. Тут я открыл. Тут я открыл. Я забываю, в какую сторону они просто должны смотреть. Бздынь, бздынь, бздынь. Вроде бы все открывали, да? Что со стиком на геймпаде уже не то. Вроде бы ничего не пропустил. Вроде бы все они работают. Хорошо. С этим понятно. Погнали разбираться с нашим баблом, который так сильно жмет нам карман. Риелторская фирма. Здравствуй. Давайте, в общем-то, смотреть, что мы будем покупать. Во-первых, нам пришел ответ по товарным складам. Они, в принципе, мне нужны, поэтому мы их покупаем. Всего лишь миллион триста. Отлично. Также бывший курятник пришел ответ. И покупаем его за 52 тысячи. Тоже хорошо. На самом деле, можно на всякий случай, пока есть деньги, купить еще территорию, которая находится около сахарного завода. Я так понимаю, это вот это. Четыре старое депо. Да. Оно уже там расчищено все, на самом деле. В общем-то, сделаем запрос на него. По поводу полей. Выкупим вот эту вот всю часть. То есть, четвертое поле делаем запрос. Пятое поле делаем запрос. Восьмое поле делаем запрос. Девятое и десятое. Одиннадое мне не надо. Оно маленькое, плюс там трава растет, пускай, короче, растет. А также, друзья, рисовые чеки. 12-14. Короче, выкупим их все. И дальше будем заниматься рисом только на этих самых рисовых чеках. С этим, друзья, понятно. Пока мы ждем ответа, пойдем установим наше строение на нашу новую территорию. Туда я хочу поставить две постройки. Вот сюда. Здесь тоже все расчищено с прошлого сейва осталось. Что нам надо сюда поставить? Во-первых, нам нужно поставить склад цепучих грузов. У него вместимость миллион двести пойдет. К вопросу на один или на два. Можно ли там два разных хранить? Есть у меня подозрение, что нельзя. Что здесь один триггер на выгрузку и одна куча. Значит, придется ставить побольше склад. На три продукта. Вот, поставим его вот сюда. И можно будет даже автодрайв потом сюда провести. И готово. Вот, сыпучие грузы. Сюда мы отвезем свеклу морковку. И все будет здесь классно. Также, друзья, из прочего надо установить еще одну штуку. Это скотобойня. Вот, прям сюда ее поставим. Сюда будем отвозить на убой наших животных. Когда они состарятся. С счетом того, что овечки уже состарились, уже можно отвозить. Здесь выгружать скотину. Такая вот маленькая скотобойня. Она, скорее всего, я первый раз ее ставлю. Даже не знаю, как она выглядит, как она работает. Но, скорее всего, это в заводах. Скотобойня номер один. И есть мясной склад на 500 кубов. Замечательно. Будем сюда выгружать овец. И все будет здесь прекрасно. Также, также. Мы откроем наших животных. Откроем коровник. Кстати, надо бы покормить этих зверушек. И здесь есть такая штука. Подсоединить склады. Подсоединяем склад сыпучих грузов номер один. Скотобойню подсоединять, в принципе, не надо. Теперь же, в принципе, можно съездить. И привезти сюда жмыха и свеклы. Единственное, только где наш трактор, который это все делает. С помощью которого мы это будем делать. А, он только выехал. Ну, мы его перехватываем. В принципе, я сам доеду, мне не впадло. Сейчас, почему-то, мне не впадло. Я пожалел о том, что я сам поехал. На самом деле, вот, он настолько медленно едет, что я прям заскучал. Но это ладно. В общем-то, давайте отвезем туда два прицепа жмыха. Откуда его, да, без разницы, откуда его забирать. На самом деле, с какого склада. А потом все равно порядки собирался наводить. Все равно его потом продавать будем. И всю свеклу, что у нас есть. У нас ее там около 70 кубов, по-моему, осталось. Поэтому сейчас, по-быстренькому, все это дело перевозим на наш новый склад. Субтитры подогнал «Симон» А свеклой, казалось, не 69 кубов, а 42. Где-то что-то я как-то неправильно вспомнил. Но ничего страшного. Значится, теперь, чтобы покормить коровок, нам не надо будет возить им свеклу и жмых. Мы на смеси. У нас 180 кубов. Можно всем закинуть. Не проблема. Сено-травы мы тоже наделали. 508 кубов тоже можно всем закинуть. Мы это и делаем. Далее сено-трава. А, да, закидываем. Все правильно. Вот свекла-морковь. Видите, в складах появилась. Теперь просто оно закидывается. Да, какую-то копейку с нас берут, типа, за работу, но ничего страшного. Отрубежем их та же фигня. Тоже всем пополняем. Всем все пополняем. Вода пополняется автоматически. Соломы закидываем. Соломы много. Так, рыбхоз пришел. Ответ на золо. Замечательно. Все, у всех все 100%. Это прекрасно. Так, здесь когда-то у меня стояла пополнялка извести здесь на другой карте. Поэтому есть какой-то автодрайв минимальный. Ей давай паркуйся. Ты вроде как на сегодня закончил. Погнали тогда смотреть, что у нас там по рыбхозу. Продадут нам его или нет? Если продадут, то за сколько? Где-то вот оно. Строение рыбхоз. Пришел ответ на запрос. 583 тысячи. Отлично. Берем. Чуть дороже получилось. И все, можно будет завтра начинать заниматься рыбкой. Но для этого, да, конечно же, я чуть не забыл. Надо сначала построить рыбный цех. А, он, падла, еще будет строиться у нас два дня. Но ничего. В общем-то, погнали строить рыбный цех тогда. А, и еще надо построить хреновину эту для рыбного корма. Для производства. И я думаю, что имеет смысл ее поставить таки на базе. Вот здесь. Есть вполне себе площадка. До базы дотягивать будет до зернового склада. Падла, 500 тысяч стоит, а? Во, нормальное же место будет, правильно? Только, наверное, имеет смысл ее вот так вот перевернуть. Так, а как бы это нам сделать? Выгрузка, я так понимаю, слева будет, да? Точнее, если так вот смотреть, справа в верхний угол, там будет выгрузка. Нам надо именно, чтобы было удобно выгружаться. Поэтому ставим так. Выспать мы сюда ничего не будем, потому что все будет подхватываться со склада. С вот этого вот элеватора. А вот эту штуку, наверное, сюда поставить имеет смысл. Можно даже вот здесь ее поставить. Мы все равно вот этой вот мастерской не пользуемся. Поэтому, поэтому вот. Здесь выгружать зерновые и жмых. А, меню. Да, надо подсоединить склады. Заводы. Это у нас завод цех рыбного корма. Штука называется. Подсоединяем сюда склады, которые у нас здесь находятся. Овощной склад можно не подсоединять. Склады сыпучих грузов. Обязательно. Ферма. Зачем ферма? Хрен его знает. Но пускай будет в кул. Вот. И теперь, видите, у нас есть и жмых, и пшеница. Овес мы посеяли, а поле с сойой мы купим. Поэтому завтра уже начнем это все дело производить. Модернировать эту линию я не знаю, можно или нет. Триггеры для комплектующих я не вижу. Там что-то я считал, что не надо будет это делать. Завод будет работать так. С этим разобрались. У нас еще 7 миллионов на балансе. И это хорошо. Но сейчас пойдем их опять-таки тратить. Погнали, друзья, в строительное агентство. Надо здесь заказать стройку рыбного цеха. Надо будет привезти 30 кубов бруса, 240 кубов стройматериалов. Это как раз 4 контейнера, плюс 65 кубов бетона, плюс песочка немножко, гравия немножко. Но это ладно. Это мы быстро привезем. В общем-то, оплачиваем и погнали все это дело покупать и возить. Начнем мы, друзья, с бетона. И для этого нам нужна бетона воска. А может быть она у нас, кстати, и есть. Я любитель ее купить и хранить вот в этом вот ангаре. О, стоит там. Отлично. И рефрижератор у нас тут еще стоит, кстати. Это тоже неплохо. В общем-то, поехали. Загрузим. Отвезем бетон. Надо 65 кубов. Это, конечно, несколько раз надо будет съездить, но ладно. Съездим. А сначала этот самый бетон надо, кстати, купить. Бздынь. Берем. И погнали его загрузим. Я вот думаю, имеет ли смысл автодрайв здесь запилить? Ну, что ты не ходишь? Сторона разгрузки, все дела. Да, нам надо направо. С одной стороны, тут как бы три раза съездить. С другой стороны, автодрайвем все равно проще будет. Плюс на бетонном заводе он есть. Давайте замутим. Вот правда. Простенький такой. А потом снесем. Хотя, с другой стороны, надо будет все равно его сюда прокладывать. Поэтому можно сразу сделать хорошо. Как минимум для того, чтобы корм потом возить сюда. Я это ручками делать как-то не сильно хочу. Ну ладно, давайте сделаем по-человечески тогда сразу. Я пока не придумал, как оно там разворачиваться будет. Я еще даже не посмотрел. Но въезд понятно. Какой здесь у нас будет двухсторонняя, скажем так, дорога. С синенькой линией будем это все рисовать. С перекрестками потом соединим. Поехали там разберемся. Наверное, мы здесь прервемся. Сделаем обычную нормальную линию. И все вот эти вот разгрузочные... Короче, по кругу будет маршрут проложен. Надо будет и здесь вот выгрузиться, загрузиться, заехать обязательно. Там, кстати, выезд есть какой-то, да? Можно было сквозной, наверное, делать. Здесь мы рыбок будем выгружать. Блин, ну это тоже круголя получаются. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, пока будет так. Потом я что-нибудь сделаю нормальное, адекватное. Здесь мы тогда соединяем вот с этой точкой. На всякий случай... На всякий случай сделаем еще вот такой вот поворот, чтобы в ту сторону он тоже мог ехать. Поехали еще точки, посоединяем остальные, которые у нас там были. Сделаем точку на разгрузку бетона. Возможно, я потом все это дело снесу и переделаю, сделаю по-человечески. Потому что мне не очень нравится, как тут сейчас я все это нарисовал. Но ладно. Так, нам нужна точка разгрузки бетона. Давай это будет вот эта точка. Вот эта. Вроде бы должно будет все это работать. Бетон, выгрузка. Потом мы все равно ее снесем, она нам не нужна будет. Вот эти вот точки мы соединяем. И нужно еще сделать на въезде перекресток тоже адекватный какой-нибудь. Я потом подумаю, как там проложить все. И сейчас мне, честно говоря, голова не варит. Так, как-то мы тут соединим. В принципе, все по стандарту. Вот так вот соединяем. Выезд в эту сторону обязательно тоже делаем. Черт, проваливаются. Ничего страшного. Так, также выезд нужен будет вот в эту сторону. Не знаю пока зачем, но чтобы было. И заезд с этой стороны тоже обязательно нужен. Ну и вроде как мы все соединили, ничего не забыли. Все, отлично. Теперь же загружаешься на загрузка бетона и едешь на бетон-выгрузка. Бетон-выгрузка. А потом разберемся, сколько раз тебе надо будет съездить. Погнали, купим ему еще бетона. Так, бетон. Берем 13 кубов. Отлично. Готово. Далее, друзья. Песок, грави и всякая вот эта вот фигня. Тоже нам нужна. Для этого GCB. Едем на вокзал, покупаем там песок. Блин, а я же на прошлой стройке еще забыл, что надо тут будет с ковшом приехать. И до сих пор я не приехал. А это не очень круто. Эта херня сейчас будет нам мешать. Ладно. Паркуемся тогда жопой, чтобы под этот конвейер можно было попасть и выехать потом из него. И идем покупать. Для начала, правда, надо посмотреть, сколько нам надо чего купить. Рыбный цех. Песок 12 кубов, гравий 16. Соответственно, покупаем 12 кубов гравия. И, конечно же, один литрик лишний. И 16 кубов песка. И, опять-таки, один лишний литрик. Стоит это все копейки. Слава богу, в отличие от комплектующих. Я правильно все купил? Гравия 16, песка 12. Нет, я неправильно купил. Я лошара. Берем еще гравия 4 куба тогда. Всего теперь по 16 стало, да? Да. Заполняемся. Сначала гравий, потом песок. Неважно в какой пропорции. Закидываем все это дело и едем на наш рыбхоз. Все это дело отвозим. Песок и гравий у нас высыпаются просто на землю в этой вот обозначенной зоне. Так, только не надо, пожалуйста, за пределы высыпать. Хорошо. Спасибо. Так, смотрим, что мы там привезли уже. Уже есть 26 кубов бетона. Сейчас приедет еще будет 39. Потом еще это 52 и 65. Это получается ровно два раза надо будет ему еще съездить. Хорошо. Песок и гравий мы привезли. Все хорошо. Осталось только брус и стройматериалы. В общем-то, этим сейчас и займемся. Надо будет только кое-что прикупить. А этого пацана отправляем на парковку. Давай, дуй туда. Конечно, надеюсь, они тут разъедутся с маном. Ман вроде как должен будет остановиться предварительно. Да. Вот он остановился и о щене пропускает трактор. Обожаю автодрайв за это. Все культурно, все цивилизованно. Прекрасно. Погнали еще, во-первых, бетона купим. Надо вот постоянно вот так вот брать. Нельзя взять и купить сразу там 65 кубов и отправить его возить. Потому что он падло застывает на складе. Бздынь, готово. Вот. Погнали. Теперь знаете куда? Никуда. Посмотрим завод. Нам надо 30 кубов бруса и брус мы можем получить на мебельной фабрике. Для этого нужно сделать заказ на производство. Нам надо получить 30 кубов бруса плюс еще один литрик. Для этого надо доставить 40 кубов древесины. И через 2 часа все будет готово. Для того, чтобы доставить, у нас есть прицеп лесовоз. Хотя, с другой стороны, может быть, он нам и не понадобится. Потому что я попросил товарища, опять-таки, знакомого, как и в прошлые разы, привезти мне туда просто дерево. И он там гору привез. Мы ее можем, в принципе-то, и руками там перенести. Не проблема. Вот она наша фабрика. Не знаю, хватит нам этого или нет. Я сказал, типа, 40 кубов, но чел не знает. В объемах он мне по количеству бревен спрашивал. Ну ладно, давайте отвезем. Отнесем. Черт, скорость. Тут как-то по-разному. У него дерево разное все время какое-то, непонятное. То оно слишком тяжелое. То там большой объем, то там маленький объем. Ну, сейчас посмотрим. Вообще, надо открыть меню завода и посмотреть, сколько мы там принесли. Что-то вообще ни о чем оказалось. Эта деревяха полтора куба. Нам надо 40. А с другой стороны, сколько тут этих деревях-то? Может, и хватит. Посмотрим. И сейчас по одной вот так вот мы все отнесем. Я вот впадлу мне оказалось пригнать сюда лесовоз. Загрузили бы, выгрузили бы, и все было бы нормально. Но нет, я же лентяй. Сейчас ходи, страдай. 5 кубов мы занесли. 3 деревяхи, 5 кубов. Что-то как-то вообще неправильно. 24 штуки должно быть здесь, а их здесь нет. Ну ладно, закажем потом еще. Это не проблема. Один звонок и куча дерева у нас есть. Плюс оно с ветками еще. Что-то как-то это самое. Нахалтурил, нахалтурил. По-любому. Сплошная халтура. Боже, чем я занимаюсь вообще на самом деле, а? Ношу бревна. Через 2 часа нам сделают брус. Через 2 часа 6 минут. Да черта возьмись же ты. Э, алло, ты что не берешься? О, херовое нам, короче, бревна привезли. Обычно бревно должно быть побольше по объему. А тут оно прям какое-то хиленькое. Мы когда свои сосенки пилили, там все нормально было. Но здесь трухля, видимо, внутри. Но на брус пойдет. Так, половина есть. Ну, чуть меньше, чем половина. А бревен мы точно половину, даже больше израсходовали. Но ничего, привезут еще. Вообще не проблема. Да, самую малость не хватит. Прям самую малость. Черт, сейчас кому-то по башке прилетит бревном. Так, 10 кубов еще осталось. Это примерно 7 бревен нам надо. А у нас тут лежит 2. 5 бревен не хватило. Ну, мы позвоним, закажем еще 6 штук. Нам их прям сюда привезут. А может, я даже попрошу, чтобы выкинули сразу сюда, чтобы самому не таскать. Я же лентяй. Что самое прекрасное, эти бревна оказались абсолютно бесплатными. Правда, и по качеству они так себе. Да, 5 штук мы еще закажем. Но их привезут чуть попозже. Мы с вами переносимся на наши склады вот эти. У нас тут возятся баклажаны. Давайте вручную доделаем за него работу. Посмотрим, что у нас вообще успел. Он здесь перевезти. На складе плодовых деревьев, да, осталось только 15 кубов баклажанов. Сейчас мы это сами ручками доедем. Потому что нам нужно и контейнер, и ман нам нужен. Соответственно, все наши вот эти овощи лежат на вот этом вот складе. Орехи только остались на другом. Огурцов что-то как-то мало прямо. А кто все огурцы стырил? Их же до хрена было. Где мои огурцы, а? Ладно, пофигу. Так, загружаем баклажаны. И перегружаем на соседний склад. Чтобы удобнее было отсюда потом это все дело забирать. Вот. А сейчас, друзья, едем покупать стройматериалы. И везем их на нашу стройку. Опаньки. Срочный груз свекла. Объем 45 кубов. У нас столько нету. Извините. Вот. Поэтому продолжаем заниматься своими делами. У меня такое чувство даже, что я задолбался ездить. Но, друзья, в общем-то, привезены уже все стройматериалы. Вот это последнее было. Тут 3 куба всего надо было докупить в этот прицеп. И, в общем-то, мы оставляем это здесь. Лезем в строительную фирму. Смотрим, что стройматериалы все есть. Бетон весь есть. Довозился. Песок рай. А им привезли. Остался только брус. Кстати, по поводу бруса. Погнали. Тут уже вроде как должны были привезти бревна. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Так. Да. Вот оно лежит. 6 штук, как и просили. В общем-то, закидываем их тоже. Бздынь. Второе есть. Осталось 3 куба. 2 куба осталось. Да. Видимо, одно бревно даже лишнее окажется. Или это я с запасом просто заказывал. Или я просто уже забыл. Все попутал. Да. Одно бревно окажется лишнее. Ничего страшного. Мы его сейчас продадим и получим за это какую-нибудь копейку. Бздынь. Есть начатое выполнение заказа на производство. Замечательно. Через 2,5 часа мы сможем придать. Через 2 часа 6 минут, если верить, конечно, тому, что там было написано, можно будет привезти и забрать сюда. Ну и продано за 2,5 тысячи последнее бревно. Кстати, в общем-то, понятно. Погнали в магазин. Есть у меня еще одна работенка. Что же нам, друзья, еще нужно в магазине? В магазине нам нужен прицеп для перевозки животных. И купим мы вот такой вот за 98 тысяч. Его можно сделать оранжевый. А, это только цвет обода и основной цепи. А, его можно сделать оранжевый. Отлично. Вообще красота. Дизайн куры какой-то непонятный. Но это ладно. Мы кур возить не будем, поэтому нам это не надо. 101 тысячу мы за него платим из-за покраски. И нам, друзья, надо перевезти дохренища овец. Благо в прицеп вмещается около сотни. То есть, там 10 раз можно будет съездить. Или сколько там вмещается-то в него? Да, 108 овец вмещается. Единственный, скажем так, косяк, это то, что на нашей бойне принимается только 50 овец, по-моему. То есть, надо будет мотать время постоянно. Но, ничего в этом плохого я не вижу. Потому что, плюс, мы еще ждем ответы от риэлторов. И совчарни-то далековато ездить на нашу-то эту бойню. Ну ладно уже. Что поделать. Так, если мне не изменяет память, то у нас состарились абсолютно все овечки наши. А, прицеп еще сквозь текстуры едет. Но, тоже ничего страшного. Да, у нас абсолютно все овцы старые. У нас тут в каждом загоне их по 500 штук. Это очень много. Но, 10 раз мы съездим и все нормально будет. Всего 10 раз. То или уже нет места. Подтвердить, что оно не показывает, что есть овцы. Ну ладно, я думаю, что они там есть. Сейчас можно будет даже это посмотреть. Да, вон они загружены. Сотни овечек. Поехали, отвезем их на бойню. И выгружаем на забой продажу. У нас все пойдет на забой. Выгружаем, только там места тоже на всех не хватит. Насколько я понимаю. Да, сто или нет места, подтверждаем. Осталось там, скорее всего, 58 штук. И открываем, соответственно, меню нашего завода. Скотобойня. И включаем все это дело. Вопрос, насколько быстро оно идет. Обслуживания линии никаких нет. Правильно, что тут обслуживать-то? Калькулятор производства. О, можно посмотреть. Допустим, 100 овец у нас будет перерабатываться 20 минут. И на выходе будет 8 кубов мяса. Не то, чтобы прям сильно много. Но, в общем-то, ладно, мотаем время. Моментом они по 5 штук. И мясо чуть больше получается. Выгружаем туда остальных. Правда, на всех тоже не хватило. Подтвердить, скотобой не остановлено. Да ты что? Промотаем еще чуть-чуть времени, чтобы остальные влезли. Перемещаем остальных. Я не переместил, да? Я не переместил. Такое бывает. И подтверждаем. И, значит, друзья, моя задача перевести 1000 штук. 10 вот таких поездок сделать. Но это ладно. Это я сделаю, друзья, за кадром. Также за кадром я дождусь, пока нам придут ответы по поводу всех этих полей. Если на полях есть урожай. Канула собран урожай. Здесь овес собран урожай. Где-то тут что-то же цвело. Да, вот хлопок у нас есть. Хлопок собирать я не буду. Лук можно собрать будет. То есть чужой взять. Соя. Нам она, кстати, и понадобится. Вот. Я эти урожаи соберу тогда. И плюс приведу все поля к посевному виду. То есть, чтобы они все были вспаханы. Не требовали вспашку. Чтобы там было все прекрасно. Здесь уже овес взошел. Да, чтобы там было все прекрасно. Известь, удобрение. Короче, осталось только посеять. Чем мы, собственно, и займемся в начале следующей серии. Уборка урожая, посев. Плюс, если останутся деньги. А деньги, конечно же, останутся. Мы купим еще новую технику. Пока что она нам сейчас прямо не нужна. Поэтому сейчас я этого делать не буду. А, еще же брус. Ёшкин кот. Ну, брус, друзья, не проблема. Заберу на мебельное. Привезу сюда. В 8 утра стройка начнется. В остальном все есть. Как-то так у нас, короче, все получается. На этом, друзья, сегодня все. Не забывайте про лайкусики. Про комментарии. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спонсором огромное спасибо за поддержку. Ну и, в общем-то, всем пока-ки.